Приветствую любители Москвы! Мы с вами сегодня закачиваем желтую ветку метро Солнцевскую и рассмотрим две станции. Сначала станция новой переделки на вот эту, которая, скажем так, совершенно такая ни о чем станция. Причем как в оформлении, так и около метро в особенности. Ну понятно, типичный хай-тек, здесь металл, гранит, все в общем-то во многом ни о чем. Станция, видите, один ряд колонн. Тут из алюминия преимущество панели, путевые стены отделаны. Ну вот наверху там какая-то попытка, да, видите, где там светильники, там некая такая попытка сделать как бы, ну, некое оформление такой станции, создать ее как бы неповторимость такую, да. Но сделано это несколько странно. Дело в том, что там вот на светильниках, там, ну, сделаны такие как бы растительные орнаменты, но они напоминают, ну, как раньше, так сказать, отделывали терема и палаты старой Москвы, расписывали, да, вот на тему растительных орнаментов. Вот там на светильниках, видите, вверху, там видны как бы такая роспись, да, ну, как бы под старый стиль, вот она, видите, что-то такое напоминающееся, напоминающее вот, как бы такую старую Москву, да, вот старой росписи. Но тогда возникает вопрос, а при чем здесь Новопеределкино, даже само название Новопеределкино, да, и вообще, в принципе, суть района, ведь он же застроен фактически современными домами, ну, таким высотными домами, это действительно фактически такой новый район. И при чем здесь, как говорится, вот эти старые росписи, то есть какой-то имеет, это получается контраст, то есть название не соответствует действительности оформлению. Поэтому, конечно, смысл-то в чем здесь был? Совершенно непонятен, поэтому, конечно, оформление какое-то несколько странное. Вот это оформление Новопа подошло к каким-то другим станциям, Москве центральным, где действительно старая Москва, вот, а здесь оно какое-то странное. Но это вот только если на потолке, и здесь еще в вестибюлях тоже вот можно видеть, вот видите, в вестибюле, там вот эти колонны, такие светильники, тоже такие вот вокруг колонн, такие световые короба, они немножко напоминают, как своды палат. Видите, вот эти вот такие вот, как своды. Немножко сделано, а их тоже старых палат, вот как. Ну, естественно, это уже современными методами, но в сущности оцелка идет в то, что дал к старой Москве, такие вот делали палаты раньше. В разных подворьях, там зданиях, палатах, теремах и так далее. Ну, опять же, все это несколько выглядит странным, а выходишь на улицу и картина совсем другая. То есть ты видишь уже не старую Москву, а Москву как раз новую. Вот, но это действительно район Новый Переделкин, то есть, понятно, станция названа действительно по району Москвы, в котором она находится. Район тут вошел в состав Москвы, ну, довольно-таки давно, ну, относительно, конечно, если иметь в виду современную, может, Москву, новую Москву, да, которая не так давно вошла в состав Москвы, там, 10 лет назад. Но вот этот район еще в 80-е годы стал частью Москвы. Вот, и сначала уходил в состав Солнцевского района в советское время, ну, а потом уже с 90-х годов, уже когда стали новые районы нарезать, то уже стал отдельным районом самостоятельным Нового Переделкина. Ну, Нового, потому что, собственно говоря, и старый Переделкин, это там, где дачный поселок, там, где писатели жили, ну, и отчасти и живут. Ну, короче, там, где дача, где платформа, там, Переделкино, вот там как раз это, ну, скажем так, старое Переделкино. А это новое, потому что здесь в конце 80-х годов, этот район был построен в конце 80-х годов, построили вот такие вот высотные дома, 14-е, в основном 17-этажные. Ну, и выхода здесь два, но они все выводят на Боровское шоссе. Вот оно перед нами, и вон там дальше находится улица Шолохова. Эта станция находится на перещине от этого Боровского шоссе, которая основная является магистралью и в Солнцево в районе, и вот Нового Переделкина. Главная автомагистраль, и, соответственно, вот улица Шолохова, она тоже имеет довольно большое значение. Ну, не такая, конечно, как Боровское шоссе. Вот там, вон, видите, машина вот едет, вот это улица Шолохова. Вот, ну, Шолохова понятно почему, потому что, ну, писатель это, да, но дело в том, что просто тут писательский же поселок, ну, поэтому тут многие улицы в окрестных назначены через писатели. Ну, и дела здесь совершенно нечего, то есть здесь совершенно неинтересно. Как видите, одни сплошные дома, дома, дома. Причем они все довольно-таки похожи, они все совершенно неинтересные. Панельные дома, в основном 17-этажные, построенные в конце 80-х годов прошлого века. Самый конец, то есть это еще советское время, но уже, вот, скажем так, самый конец. Вот здесь очень тяжело находиться, очень шумно. Ну, поскольку я выключил интершум, то, соответственно, это не слышно, да, но вот если включить, то просто практически невозможно разговаривать. Настолько здесь, так сказать, высокий уровень шума. Как люди вообще живут около этого шоссе, я вообще не знаю. То есть вот это постоянно испытывать такое давление шумовое, это, конечно, очень тяжело. Потому что здесь машина действительно есть постоянно. Слез другой стороны, но многополосное шоссе. Ну, такой типичный спальный район, причем уже довольно-таки далеко от кольцевой дороги. Мы уже отошлись, если за пределами МКАД, западный округ Москвы. Вот, ну и вот, собственно говоря, все. Вот одни дома, дома, дома. Там за домами еще дома. Там много рядов домов. Улицы дальше идут. И там детские сады, школа. Здесь, вот видите, бывший АТС. Вот это здание хорошо узнается. Но сейчас вот уже бизнес-центр Боровская 43 сделали. А там, видите, желтенький. Это торговый центр. Причем его построили, он, видите, даже сразу выделяется. Его видно, его построили уже не так давно. В общем-то, это торговый центр. То есть он не тогда, когда эти дома строили, а его построили уже совсем недавно, в 2019 году. Буквально там, три года назад. Вот. Ну, надо сказать, что станцию метро здесь хотели строить еще довольно-таки давно. Потому что тогда еще разговоры были в советское время. Тут примерно уже тогда хотели здесь строить. Ну, поскольку район вошел встав в Москву тогда. Ну, и уже. Хотя еще какие-то такие отдаленные планы были еще даже в 70-м году, когда здесь было в Подмосковье. Но это еще только так. А, так сказать, в 80-е уже какие-то планы были. Ну, потом, сами понимаете, перестройка, все такое. 90-е годы. Ну, в общем, все, уже денег не стало. А потом, ну, потихонечку, вот, вернулись. Там потом много раз думали, где конкретно станцию разместить. Ну, в общем, все такое. В итоге, только в 2014 году приступили к строительству. Строили вот около пяти лет эту станцию. И вот в 2018 году, вместе фактически с большим отрезком, от раминок до Рассказовки, вот эта станция открыла здесь. Ну, собственно, это все. Видите, вот второй выход. Я прошел от одного до другого. Ну, и можно дальше там пройти. Там подальше чуть-чуть Чоботовский лес. Но там тоже, кстати, строят новые дома, поскольку здесь уже просто негде реально строить. Ну, вот уже там от леса потихонечку оттяпывать, строить жилой комплекс Форест. Ну, и так далее. А так, ничего тут особо интересного нет.